МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уменьшился на 3,7% или на 327 миллиардов тенге. Падение активности банков в корпоративном секторе следствие возросших рисков финансирования таких клиентов. По состоянию на конец июня текущего года более 10% всех займов юрлицам обслуживаются с опозданием от графика платежей. Годом ранее доля неработающих кредитов в корпоративном портфеле составляла 6,5%, говорится в сообщении. Отметим, что резкий рост просроченной задолженности по займам юрлиц начался уже с февраля текущего года. Розничные кредиты, напротив, обслуживаются более добросовестно. В настоящее время всего 8,8% всех займов физлиц признаны неработающими. Это самый низкий показатель уровня просрочек в портфеле с начала 2015 года. Минэкономразвитие России выступило против введения единой минимальной розничной цены на сигареты в ЕАЭС, считая, что она может оказать негативное влияние на нижний ценовой сегмент табачного рынка, пишет газета «Известия». Замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев считает, что фиксированный для всех минимум может привести к росту дисбаланса цен на сигареты между странами-членами ЕАЭС. А это, в свою очередь, увеличит долю нелегальной продукции на табачном рынке России, отмечают в ведомстве. Сейчас минимальная цена составляет 75% от максимальной, которую производитель устанавливает самостоятельно для каждой марки сигарет. В письме отмечается, что при единой МРЦ хозяйствующие субъекты могут быть вынуждены реализовывать свою продукцию по завышенной цене. С 1993 по первую половину 2017 года прямые финансовые выплаты ТО «Стенгиз-Шевройл», разрабатывающего в Атараусской области «Стенгизское месторождение», составили 121 миллиард долларов США, сообщает агентство «Казинформ». В первую половину 2017 года прямые выплаты государству составили более 4,3 миллиардов долларов США. Они включают заработную плату казахстанским сотрудникам, закупки товаров и услуг отечественных товаропроизводителей и поставщиков, платежи государственным предприятиям, выплаты дивидендов казахстанскому партнеру, а также налоги, перечисляемые в государственный бюджет. Напомним, на Тенгизском месторождении за январь-июне добыто 14,59 миллионов тонн нефти. Это на 1,3% больше показателя первого полугодия 2016 года. С прошлого года компания приступила к расширению производства. После завершения строительства третьего завода добыча на Тенгизе возрастет с нынешних 27,5 миллион тонн в год до 39 миллионов тонн. Система подсчета посетителей российского павильона на международной выставке «Экспо-2017» зафиксировала вход 500-тысячного гостя. Юбилейным посетителем стала школьный учитель математики из Карагандинской области Фарахова-Жумагуль, которая пришла на «Экспо-2017», чтобы показать двум дочерям выставку и, в частности, экспозицию России, передает «Бенюз Кейзет». Под аплодисменты «Жумагуль» был вручен тематический подарок – энергетический набор российского павильона, состоящий из продукции, символизирующий энергию различных регионов России. В набор вошли крымский чай, алтайский мед, брусничное варенье с Урала и варенье из Карелии, а также пряник, ежедневник и вечный карандаш, который не нужно точить 25 лет. По статистике, каждый четвертый гость международной выставки знакомится с экспозицией российского павильона. 4 августа на «Экспо-2017» был зарегистрирован двухмиллионный посетитель. Генеральный партнер программы «Деловые новости» ТО «Торговый дром Нуртас». Нуртас сауда иежуап кершілікшек төлі серптестігі, қарғалы кен орнының М-1000 маркала сапалы фракциялық тасын ұсынат. Сонымен ғатар, ақшат кен орнының белгілі М-800 маркала фракциялық таса. Жеткізі мүмкін. Нуртас – ең үстік тас бізде. Біздің телефономыз 40-алпас 36-а. АРМАДАЛА Жеткізі мүмкін. Олтас. Жеткізі мүмкін. Олтас. 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 Олтас.